Прямо отсюда мы можем осуществить доступ к любым электронным ресурсам. Ну, например, ну давайте введем, например, сайт нашей центральной библиотеки. Интерактивный экран, ноутбуки и бесплатный интернет. Такой современной библиотеку Славгорода не видели никогда. И это только одно из нескольких обновленных помещений. Любой желающий может со своего домашнего компьютера обратиться к нашему электронному каталогу, узнать, какие книги и в каком филиале находятся, доступность этого фонда. Потом точно так же мы являемся официальным электронным читальным залом президентской библиотеки. Сложно поверить, но еще недавно библиотека выглядела так. Чтобы измениться до неузнаваемости, пришлось потрудиться. Два года подряд участвовали в конкурсах. В первый раз не хватило одного балла. В этом году хватило всего. Библиотека стала победителем в конкурсе нацпроекта «Культура», благодаря чему и получила деньги на реализацию идей для библиотеки нового поколения. Несмотря на то, что мы соблюдали единое стилевое единство, все равно каждая локация имеет свою изюминку. Поэтому где-то это качели, где-то это английские кресла, причем разные. Где-то вот как это помещение носит функцию антикафе. Где-то есть зона для переговоров и делового общения, для интерактивного общения. То есть разные функции за нашим помещением мы посмотрели. К слову, славгородские книголюбы рады не только интерьеру и новым книгам. Есть решения, которые пришлись по душе читающим родителям. Приходишь с ребенком, отправляешь ребенка в игровую, и там занимается с ней специалист. Это очень радует. По словам директора, новый облик библиотеки привлек и новых читателей. Несмотря на пандемию, ежедневно сюда приходит порядка 200 посетителей. Кстати, QR-код здесь не нужен, а значит провести время в культурном месте сможет каждый. К слову, в крае занимаются модернизацией еще трех муниципальных библиотек. В списке Зональный, Рубцовский и Целинный районы. К концу этого года там появится новая мебель и техническое оборудование на общую сумму в 6 миллионов 800 тысяч рублей. София Яценко, Андрей Печеркин. День с толком. Продолжение следует...